И спасибо организаторам за возможность выступить здесь. Мы будем рассказывать о двух сценариях будущего продолжительности жизни человека. И первый сценарий – это такой вот крагматичный подход, назидательный, что вообще не зачем продлять человеку жизнь, что надо заботиться тем, чтобы добавлять годы к жизни, а не жизнь к годам, чтобы повышать качество жизни в пределах отпущенного срока. И вот это очень такая сейчас доминирующая точка зрения. Иногда она очень мягко проводится, но последствия очень сильные. То есть, например, нас приглашали написать обзор о будущем продолжительности жизни. Мы упомянули увеличение продолжительности жизни, на что рецензианты и главный редактор сказали, нет, нет, ребята, задача геронтологов – не продлять жизнь, а увеличивать качество жизни. Я сказал, ну хорошо, но если бы качество жизни будет увеличить людьми, то тоже немножко дольше будет жизнь. Ну да, хорошо, но тогда вот в таком контексте. То есть сначала, скажите, про качество жизни, а потом, когда мы эксперимем, и увеличение продолжительности жизни. То есть такая мягкая сила, но как мощный фильтр работающий, чтобы, значит, все-таки не обещать продление жизни. Это вот один подход крайний. И другой подход – это революционный подход. И здесь обычно на слуху, в очень много интервью давал Лукой Дегрей, обычно, когда говорят о продлении жизни, то вспоминают его имя, либо журнал, который называется «Исследование в области омоложения». И он, значит, даже речь идет не о том, чтобы замедлить старение, а вообще, так сказать, омолажив. И он очень, так сказать, в этом смысле активен. Когда он стал редактором журнала, я ему советовал не брать название «Исследование по омоложению», поскольку это все-таки перебор. До этого был Джон Бандреев Медисин, противовозрастная медицина. Но вот он, тем не менее, это сделал. И, как ни странно, к моему удивлению, значит, из этой коллегии народ не вышел, и журнал научный хорошо ретензируется. То есть он, как бы, несмотря на такой экстремизм, он вполне остается в рамках, так сказать, научной кредитации. Его признают, этот журнал, как научный. Ну и, конечно, все знают этого знаменитого изобретателя Рейху Цвейла, который вообще стоит за физической бессмертия. Над этим можно было бы смеяться, если бы он не был бы всемирно известным изобретателем и работал на гугле, где колоссальное количество средств и ресурсов выделяется, и он убеждает журнал, чтобы он финансировал исследования по замедлению старения и продлению убийства. Вот он тоже написал пункт, где просто пишет про реальную физическую бессмертию. Вот такие вот крайние позиции. В последнее время сильно усилились позиции тех, кто говорят, что все-таки жизнь продляет довольно тяжко, и шурнал достижимый проект. И, в частности, в Nature вышла недавно статья, где смотрели рекорды долголетия, и оказалось, что рекорды долголетия росли в истории, а потом, в последние лет 20-30, практически больше никто не жил. Возникло представление, что да, существует предел продолжительности жизни, выше которого не прыгнуть, и можно только увеличить качество жизни в пределах отпущенного срока. Нас попросили написать наш ответ на эту статью в Nature, и мы, когда начали в этом разбираться, у нас была первая идея, значит, с ними поспорить те, которые мы писали в Nature в статье, что они в чем-то неправы. Но, к своему удивлению, мы обнаружили, что действительно кое-какая проблема существует. Вот если вы посмотрите здесь график, как менялась смертность в разных возрастных группах, то за последние 80 лет во всех возрастных группах она снижалась, за исключением столетних. У столетних смертность за 80 лет практически никак не изменилась. То есть весь прогресс медицины, здравоохранение, он абсолютно никак не повлиял на выживаемость столетних людей. То есть действительно есть основания задуматься, а нет ли какого-то серьезного грива. Ну, если не предела, то барьера, который надо преодолеть, как бы существовало время, звуковой барьер, самолеты не могли идти выше скорости звука, и этот блок барьер надо было подбить. Вот так же и здесь, то есть может быть это не абсолютный предел, но барьер для дальнейшего лечения продолжительности жизни. Вот эта статья вызвала большое обсуждение на просторах Фейсбука. Я должен сказать, что Фейсбук, к которому часто относятся скептически, на самом деле там много предпросяких кошечек, собачек, но там сформировалось очень интересное научное комментирует, и хорошее обсуждение, и очень много талантливых людей, в частности Юрий Петров решил повторить нашу работу по Швеции, и вот видно, что у шведов то же самое, то есть в остальных возрастных группах смерть снижается, а самая верхняя зависимость смертных столетних практически не изменится. Ну и существуют публикации других авторов, которые показали, что то же самое в Англии происходит, что у столетних, то есть весь прогресс медицинный здравоохранение абсолютно ничего не дает для выживаемости столетних людей. То есть, короче, действительно есть смысл задуматься, что это не так просто, чтобы жить лучше, что это будет достаточно, чтобы жить дольше. До столетних это может быть, а когда вы достигли возраста столет, то нам будет полно говорить, что Шве ничего не поможет. Теперь, значит, у России, как всегда, свой собственный путь. Вот, если мы посмотрим динамику смертности, то она в последние... То есть она, начиная с 60-х годов, до 2000-го, практически никакого улучшения не было. Смерть стагнировала, в то время как в другие страны был потрясающий прогресс снижения смертности. И только вот последние 10 лет наметилась некая тенденция к снижению смертности у российской популяции. Значит, почему продолжительность жизни ограничена? Да, потому что у нас смертность растет в законах геометрической прогрессии. Каждый год нашего возраста наши шансы умереть увеличиваются на 8%. Этот процент 8% годовых по риску смерти называется законом бомберта. И вот этот экспоненциальный закон риск и начинается это где-то в районе с 20 лет. И если вы просто проверить это очень просто, если построить график по вертикальной освиде грифнического масштаба риск гибели по горизонтальной возрасту, то вы наблюдаете прямые деньги. Что как раз и означает, что рост экспоненциальный в законах геометрической прогрессии. Вот такой картостратический рост смертности с возрастом. В результате, как через каждые 8 лет риск смерти изглаивается по возрасту, и столетние умирают в сотни раз чаще, чем в 20 лет. Интересная была надежда, лазейка, что было обнаружено, что якобы в старших возрастах смертность перестает расти, когда она достигает большого возраста, и выходит на плато, если она перестает меняться. То есть чисто статистически, это как будто прекращается старение. Потому что одно из проявлений старения, что мы чаще умираем с возрастом. А тут вот, начиная с какого-то возраста, это как радиоактивный распад. То есть утверждение, что люди столетние умирают по закону радиоактивного расклада, с птилидом был расклад один год. И это интерпретировалось как то, что останавливается старение. И вот такой есть Майкл Роуз, известный генетик. Он почему-то назвал это не фазой нестарения, а фазой бессмерти. Что если люди имеют чувство юмора, то они должны оценить, что это, конечно, никуда не годится, потому что это как раз в возраст, в котором самая высокая смерть. И вот называть эту фазу бессмерти, это надо просто не иметь чувство юмора. Вот. Значит, мы, когда занимались этой темой на старых данных, мы действительно видели, что в старших возрастах после 95 лет начинается отклонение этого закона Гомберса, экспонициального, что смерть и счастье действительно не так круто. И Курцвейл, когда узнал о работах Майкла Роуза, он на науках он работал, он пришел в полный восторг и считал, что это как раз доказательство существования фазы бессмерти и у нас очень близко будет к тому, что мы, если мы поймем этот выход смертности на Платон, механизмы, начнем его вводить в молодом возрасте, то мы таким образом достигнем биологического бессмертия. Вот. Но, когда мы этим делом стали заниматься более глубоко и стали брать более свежие и более надежные данные, то оказалось, что никакого выхода на Платон надежных данных современных практически нет. и мы провели два исследования. Одно это данные Source Security DDS Index, это значит... Ну, это не понятно, что это нелеганские данные, но это, в общем, один из источников данных, которые используются для значит, для выплат пенсии. да, вот, они очень надежные, и когда мы обработали эти данные, ну, оказалось, что после 90 лет смертность подействительно продолжает расти, никакого выхода на Платон нет, никакой фазы бессмертия не существует. Вот. То же самое мы сделали на другом источнике данных, и та же самая картина, что смертность, риск смерти растет с возрастом после 100 лет, значит, нет никакой фазы бессмертия, так сказать, это самое, чем дальше, чем хуже. Вот. И это имеет большие последствия для прогноза в численности населения, потому что раньше делали прогнозы, исходя из того, что вот будет это замедление риск смертности, поэтому получалось, что должно быть очень много пожилых людей, значит, очень, как бы, плохо капитационной системы для, значит, расходов на медицину с графа ранения, но, значит, реально, поскольку на самом деле это не так, то не так уж и много будет пожилых людей на самом деле, вот, и действительно прогнозы должны быть пересмотрены, значит, было, был скандал в США, когда оказалось, что прогноз, который составляли всего за 6 лет на период, по числу, сколько будет столетних людей, они ошиблись в два раза, ошибиться за 6 лет в прогнозе в два раза надо умить, то есть оказалось гораздо меньше пожилых людей, чем прогнозировать, столетних, да, и то же самое прошло в Великобритании, сделали прогноз, сколько будет пожилых людей, оказалось, что гораздо меньше, и одна из причин этого именно потому, что неправильными были оценки, какая должна быть смертность пожилых богов, как гром, в отрасли предполагали быть, вот это, и deterioration, в смысле, входить на плато, вот, и поэтому, когда мы опубликовали эти два исследования, они вызвали большой фурор, и в Волстрибе, он был медиакавридж, значит, о наших исследованиях, которые, смысл, которые соединяются к тому, что, значит, надо пересматривать все прогнозы, сколько должно быть пожилых людей, вот, значит, теперь, кроме вот этой, этой темы, есть огромное препятствие, действительно, я уже говорил, одна из проблем, это, что смертность круто растет с воздухом, и у старинных она практически, в истории не менялась, но существует еще одна проблема, которая называется компенсационный эффект смерти, и мы с Натальей, она про него немножко расскажет. У вас, вот, я уже... Осталось? Да, у меня еще много времени. Нет, 10 минут раз, и 10 минут два. Хорошо, хорошо, что парень, интересно. Путинь-то Путинь. Хорошо. 10 минут. Но я не буду слишком... И когда не будешь. Хорошо. Значит, я просто расскажу про один феномен, который препятствует, так сказать, радикальному прогрению жизни. Это вот, функционный эффект смертности, о котором, я же здесь уже говорил. Вот, в свое время мы его довольно подробно описали, он состоит в том, что, если изначальная смертность низкая, то темба роста этой смертности с возрастом, они выше. В тех популяциях, где смертность ниже, темба роста выше. Вот, если, например, мы посмотрим здесь по логарифмических координатах, значит, по оси Х, по оси Х, это возраст, а по оси ординат, это логарифт смертности. Вот, кривая, кривая независимость номер один, это Индия, 40-е, 50-е годы, мужчины, очень высокая смертность. Тем не менее, рост смертности с возрастом очень низкий. То есть, смертность удваивается там не каждые 8 лет, как в среднем, а примерно каждые 15 лет. С другой стороны, самая нижняя зависимость, это женщина Норвегии, смертность очень низкая, изначально, но тембы роста ее с возрастом очень высокие. То есть, смертность удваивается где-то лет за 5 возраста. Вот в этом состоит эта закономерность. Но, как мы видим, где-то примерно в возрасте 95 лет, все зависимости скруются приблизительно в одной точке. Мы тогда, еще в 91-м году в своей книге определили координаты, и по возрасту это соответствует 95 годам. Самое удивительное, что недавно мы пересчитали все на совершенно свежих данных, и, как ни странно, опять получились те же 95 лет. То есть, в общем, достаточно устойчивая зависимость. И если мы посмотрим современные данные, то мы видим, что просто по современным данным 2010 года тоже за все зависимости они примерно имеют тенденцию сходиться где-то в одной точке. То есть, кондиционный закон слепости работает и на современных данных. Вот здесь просто приведен пример кондиционного закона слепости для мужчин и женщин, потому что эта закономерность наблюдается не только для, если мы сравниваем разные страны, мы, например, сравнили мужчин и женщин. Ну, здесь заодно мы еще сравнили Россию с Соединенными Штатами Америки, и внутри каждой популяции женщины живут дольше, это мы знаем, но темго роста смертности у них выше по сравнению с мужчинами. Ну, а в России, как вы видите, зависимость, смертность очень высока, где-то в среднем возрасте, но если мы поглядим, то где-то уже к 100 годам практически никакой разницы смертности нет между Россией и Соединенными Штатами Америки смертность примерно одинаковая. То есть это, в этом состоит кондиционный закон смертности. То есть все эти зависимости, они устремляются куда-то в одну область. Очень близко, смертность становится примерно одинаковая. То есть никакой разницы нет, и в этом проблема существует. Почему нет замедления, скажем, роста смертности, так, чтобы при этом, при низкой изначальной смертности. И это наблюдается для очень многих групп населения. Например, здесь приводятся данные для разного дохода к комиссионному закону смертности. То есть верхняя кривая это 5% самых бедных, в шап, людей внизу 5% самых богатых. Естественно, хорошо быть богатым, смертность низкая, но тем не менее, уже где-то к 100 годам видно, что если мы продолжим эти зависимости, то стираются грани, и в общем, в 100 лет уже перед смертью все равно неважно сухо человек зарабатывает. Но самое интересное, что это также и наблюдается для биологических факторов. Например, все знают, что семейное долголетие, оно в основном определяет генами, то есть у людей какие-то существуют гены, которые способствуют долголетию. И здесь приведен такой пример, что синим цветом обозначена зависимость смертности для тех, у кого родители долгоживущие, то есть чтобы родители ожили больше, чем 80 лет, а красным цветом обозначены зависимости для тех, у кого родители короткоживущие. Естественно, те, у кого долгоживущие родители, живут дольше, но в основном все различия наблюдаются в более ранних возрастах, где-то 50-60 лет, а уже к 90-х годам, если мы обратим внимание, практически никакой разницы нет. И мы еще дополнительно изучали 100-летних, смертность у них абсолютно не зависит от того, сколько жили их родители. То есть после 100 лет уже в этот фактор совершенно перестает играть роль. То есть мы можем так сказать прийти к выводу, что вот это препятствие действительно надо радикальному продлению жизни, потому что, если мы скажем про перспективы снижения, то радикальное продление жизни пока проблематично. Будет просто некоторое уменьшение смертности, некоторый рост продолжительности жизни, но даже если будут выявлены гены, долголетие, поскольку их в основном выявляют, изучая долгожителей, 100-летних или даже старших, тем не менее, скорее всего, что они повлияют на смертность именно в молодых возрастах, а не после 100 лет. Ну и последнее, хотел бы еще пару слов сказать про то, что продолжить жизни этот признак пластичнее, то есть существует много факторов, в том числе факторы раннего детства или раннего развития, которые могут иметь долгоиграющие, долгосрочные последствия. Например, мы с вами изучали такой фактор, как возраст родителей, и оказалось, что те, кто рожден молодыми материалами, они имеют гораздо больше шансов дожить до 100 лет. Вот в частности, здесь просто приведена зависимость, по оси ординат, это шансы просто дожить до 100 лет, а по оси обстоятельств, это возраст матери. И чем старше мать, тем ниже шансы дожить до 100 лет. То есть те, кто родился от матери в возрасте 20 лет и меньше, у них примерно в 20,5 раза больше шансов дожить до 100 лет. Вот такое раннее событие, оно, значит, имеет долгосрочные последствия. То есть, здесь, кстати говоря, рассмотрена смертность только тех детей, которые уже дожили до 50 лет. То есть, смертность после 50 лет. Вот. И даже такой ранний фактор, например, как месяц рождения, он тоже играет роль. То есть, казалось бы, совсем ранний фактор, но играет роль именно для смертности после 50 лет. То есть, иногда очень долговременный фактор. Здесь никакой астрологии нет, потому что в раннем возрасте могут быть воздействия как инфекционных болезней, также и уровня питания. И, в частности, мы то же самое проделали внутри семьи, посмотрели, как братья и сестры, значит, их выживаемость и выживаемость до 100 лет в зависимости от месяца рождения. Потому что внутри одной семьи все примерно одинаковое, но дети родились в разные месяцы. И, как мы видим, здесь самые высокие шансы дожить до 100 лет у тех, кто родился в сентябре-ноябре. То есть, осенние месяцы, оказывается, самые низкие. Ну, вопрос, почему это происходит, у нас не будет, скорее всего, это те месяцы, это все в Соединенных Штатах Америки, правда, возможно, что в России что-то будут, могут быть другие месяцы. Но, в частности, в Соединенных Штатах Америки это действительно те месяцы, когда очень мягкая температура, нет каких-то экстремальных значений и очень низкая инфекционная нагрузка. Ну, поэтому мы должны думать не только о здоровье пожилых, но и о здоровье детей, потому что, так сказать, заболеваемости, инфекционные нагрузки и прочие факторы, они могут оказать большое влияние на всю последующую жизнь, только на смертность старших возрастов. Теперь, я думаю, что Леонид закончит. Ну, если мы закончим, то есть, хотя между собой спорят и делаются вот сторонники программатичного подхода и революционного подхода, то есть отношения очень непростые, но на самом деле обе поповы могут быть правы, потому что в краткосрочной перспективе 10-15 лет действительно, может быть, прорывов никаких не будет, в основном будет только снижение смертности в возрасте до 100 лет, а у 100 летних ничего не изменится. Но есть надежда, и вот следующие докладчики как раз об этом будут рассказывать, что лет через 10-15 может быть прорыв увеличение продолжительности рейд, если мы разберемся с механизмом старения. В частности, вот есть такой известный геронтолог Стив Остетт, который научный директор Американской Федерации по исследованию старения.